Это местное время воскресенье в студии Ирины Николаева. Здравствуйте и в начале о главных темах выпуска. За неделю в Чувашии стало больше вакцинированных, но ситуация с заболеваемостью на грани. В больницах не хватает кислорода для лечения тяжелых пациентов. Если будет ситуация дальше ухудшаться, даже имея денежные средства, просто нам просто физически кислородом может не быть. Из-за роста числа заболевших детей в школах могут продлить осенние каникулы. Месяц, чтобы собрать сведения о жителях страны. Стартовавшая всероссийская перепись населения впервые пройдет как в традиционном, так и в цифровом формате. Чебоксарская объездная дорога на М7 готова больше, чем наполовину. Запуск движения по данной транспортной развязке разделит транспортные потоки в разные уровни. В день работника дорожного хозяйства расскажем, как идет масштабная реконструкция участка федеральной трассы. Долгожданный третий Валдай прибыл в республику. По нашему плану, в Валдай мы хотели запустить по маршруту из Нижнего Новгорода до Чебоксар, из Чебоксар до Казани. Пассажирское судно на подводных крыльях обещают запустить в рейс в следующую навигацию. В день начала строительства сурского и казанского оборонительных рубежей в республике откроют памятный мемориал. Был каждый отмечен район, потому что все принимали участие в строительстве в 1941 году. Первый этап работы обойдется в 300 миллионов рублей. Практически недели, как в Чувашии, объявили обязательную вакцинацию для некоторых сотрудников и ввели QR-коды для посещения общественных мест. Однако ситуация с коронавирусом в республике остается очень напряженной. Об этом заявил на заседании оперативного штаба Олег Николаев. Темпы вакцинации в регионе растут, но все еще далеки от плановых показателей. Фиксируется рост количества заболевших, а также нехватка кислорода для аппаратов ИВЛ и ряда медицинских препаратов. За неделю темп прироста заболеваемости ковидом в регионе вырос с 1 до 14%. Ежесуточно регистрируется более сотни новых случаев заражения. За минувшие сутки коронавирус выявили у 118 жителей Чувашии. Самые высокие цифры в последние две недели фиксируют в Бресинском, Козловском, Маргаушском, Цивильском, Красночитайском и Чебоксарском районах. Ухудшила ситуация и в городах. Чебоксары, АллатР, Канаш – числе лидеров по количеству заболевших. В группе риска по-прежнему люди среднего возраста и старше 60 лет. Страшнее всего за тех, у кого ковид протекает с осложнениями, и им необходим медицинский кислород, отметил глава Чувашии. Сейчас жизненно необходимого газа не хватает по всей стране. В последние 2-3 дня в связи с таким острым обострением ситуации по всей Российской Федерации мы практически в ручном режиме с органами исполнительной власти, с профильными, это МИЗДРАМ и с Минком Энерго Чувашской Республики работаем по обеспечению кислорода в медицинских учреждениях, потому что у нас все больше и больше появляется напряжение на рынке кислорода, давайте так это назовем, потому что потребность в кислороде растет во всех регионах. Количество кислорода очевидно ограничено. И честно говоря, если будут ситуации дальше ухудшаться, даже имея денежные средства, просто-напросто физически кислорода может не быть. Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов в своем докладе обозначил, что в Минпромторг России уже направлены письма о необходимости поставки в республику кислорода для тяжелых больных, а также необходимых препаратов против новой инфекции. Запасы в регионе пока есть, но при быстром распространении коронавируса их может не хватить. Ежедневная мощность запасов наших ковидных госпиталей, которая позволяет заполнить количество кислорода порядка 50-51 тонны, и поставки осуществляются в ежедневном формате порядка 36-38 тонн. Под угрозой коронавируса сейчас сфера образования. Много учителей болеют. В школах республики усилены антиковидные меры. Более 70% педагогов вакцинированы. Однако детей, заболевающих коронавирусом, становится все больше. В организованных коллективах у нас количество активных очагов увеличилось. На 14 октября в 126 образовательных организациях зарегистрировано от одного до трех случаев в классах или группах заболеваний. Отправлено на дистанционное обучение 174 класса и группы среднеспециально высшего образования, 82 группы дошкольного образования. Полностью отправлено на дистанционное обучение одна школа в Шумерлинском районе, 74 ученика, и одно дошкольное образовательное учреждение в Чебоксарском районе, 145 воспитанников. В сфере потребительского рынка на сегодня вакцинировано более 20 тысяч человек. Это 52% от общего количества сотрудников. Однако в некоторых районах остается по-прежнему низкий процент привитых. Олег Николаев дал организациям неделю для налаживания системы посещения с использованием QR-кодов. Если показатели будут на таком же уровне, будет поставлен вопрос о прекращении деятельности заведения общепита и потребительского рынка. Михаил Нагоркин, Вадим Владимиров, Вести Чуваша. Осенние каникулы у школьников в Чувашии могут продлить на две недели. С таким предложением на оперштабе выступил глава республики Олег Николаев. Таким образом, власти рассчитывают разорвать цепочку заражений среди учеников и педагогов. Дело в том, что в Чувашии растет доля детей, заболевших COVID-19. На сегодня этот показатель равен 10% от общего числа инфицированных. Напомню, осенние каникулы у большинства школьников по плану должны начаться 23 октября, а завершиться 31 числа этого месяца. Однако дальше последуют праздничные ноябрьские выходные. Мы, получается, неделю отдыхаем. Там короткая неделя опять. Сразу четыре дня выходных уже все прогнозировали. Здесь, может быть, нам надо скорректировать, может быть, в середине недели выйти на каникулы и соответствующим образом эти действия не захватить. Прошу тоже к понедельнику выработать соответствующее решение. В республике, как и по всей России, стартовала перепись населения. В течение месяца нам предстоит ответить на 33 вопроса. Переписчики готовятся собрать данные о жителях страны, но стать участником масштабной акции можно и не дожидаясь их визита. Электронный переписной лист уже доступен на портале госуслуг. Десять лет назад около 700 тысяч переписчиков с толстой сумкой на ремне обошли всю страну. Но время не стоит на месте. Технология сбора информации с тех пор заметно изменилась. И в современном мире с обилием гаджетов, смартфонов и планшетов многие вещи стали доступнее и проще. Так что, если вы приверженец цифровых технологий, можете смело пользоваться одним из главных нововведений этой переписи. Почему мы говорим, что наша перепись, которая сейчас будет, это первая цифровая перепись в стране. Будет возможность переписаться любому человеку, кто не захочет общаться с переписчиком, или будет находиться не дома во время переписи, на даче, в отпуске или еще где-то. Он может зайти на портал госуслуг и переписаться самостоятельно под свои учетные записи сразу все свое домохозяйство или семью. Электронный переписной лист. Мы его полностью закончили, разработали, проверили. Сделали его максимально удобным и понятным, чтобы любой человек с любым знанием компьютера мог его заполнить интуитивно и понятным. И даже если вы допускаете какие-то ошибки, всегда будут подсказки, где что нужно посмотреть, уточнить или поправить. Принять участие в онлайн-формате можно до 8 ноября. Сама перепись продлится до 14 числа, так что полностью в цифру в этот раз мы не погрузимся. Переписчики останутся. Их можно будет узнать по специальной амуниции. Выражены они будут электронными планшетами с максимальной степенью защиты, гарантирующей сохранность полученных данных. В Чувашии работать переписчиками будут 2700 человек. А предварительные итоги всероссийской переписи появятся уже в январе следующего года. Не растерялся и сделал все для спасения человека. Водителя маршрутного автобуса номер 43 Алексея Никандрова, благодаря которому удалось спасти жизнь его коллеги, наградили в МВД Чувашии. Утром 12 октября в Чебоксарах пассажирка с ножом напала на водителя маршрутки номер 43, двигавшийся от остановки улицы Фучика в сторону юго-западного района. По сведениям очевидцев, девушка, сидевшая рядом на переднем сидении, безо всяких видимых причин полоснула 23-летнего парня ножом по шее. Несмотря на это, пострадавший успел остановить микроавтобус и заглушить двигатель. Его коллега следовал по тому же маршруту. Он услышал по рации призыв о помощи. Как он в Богданку проехал, крикнул, что ножом пырнули, помогите. И вот я резко уже подъехал и помог. Он хотел выйти уже с машины даже. Я положил на сидение, потом побежал к машине, к аптечке. Аптечку взял. После этого Алексей буквально за пару минут остановил на проезжей части машину скорой помощи и реанимобиль, по счастливой случайности проезжавшие мимо. За решительные действия по спасению жизни, неравнодушия и человечность в РИО у министра внутренних дел Алексей Веселовский вручил Алексею Никандрову благодарность от МВД Чувашии, а также памятный знак от Общественного совета при Министерстве. Но и очень важный подарок для любого водителя – видеорегистратор. Что касается пострадавшего, то его состояние уже улучшилось. Сегодня созванивались. Говорит, тяжело. Силы нет. Говорит, выкарабка есть. Говорит, все нормально. Говорит, спасибо, говорит, то, что помог. Если кто-нибудь не был, говорит, наверное, так же и в этом мире. Для жительницы Чебоксар, напавшей на водителя маршрутки, была избрана мера пресечения. Сразу из зала суда ее заключили под стражу. И очень сожалею, хочу попросить прощения. Если чем-то там было, тем помогу. Под арестом ей предстоит провести ближайшие два месяца. Следственному управлению и Следственного комитета России по Чубашии возбудили уголовное дело. Шестикилометровый участок федеральной трассы, который станет для Чебоксар объездной дорогой, готов на 65%. Отставания от графика нет. Масштабная реконструкция на М7 началась два года назад и по проекту должна завершиться в ноябре 2023-го. Дорога между деревнями Харгасы и Яуши уже стала значительно шире. Появилась двухуровневая развязка, пешеходные переходы и скотопрогоны. Осталось проложить последние 400 метров будущей трассы. Участок непростой. Здесь, в Овраге, на огромной глубине обнаружили несколько действующих родников. По специальной технологии их объединили в одно русло и направили в нужную сторону. А на месте этого скотопрогона пришлось даже заменить грунт. Почва болотистая, необходимо дополнительное укрепление, чтобы не было оползней. Семь родников появились. Пришлось на ходу это всё проектным институтом согласовать, самим принять решение. В районе Яуши 11 метров глубиной у нас Овраг. Пришлось тоже на ходу менять проект. Дорожники планируют завершить работы до конца октября. И нижний слой покрытия 6-километрового участка федеральной трассы будет готов. После реконструкции дорога от Харгасов до Яуш станет четырёхполосной. Возле населённых пунктов, где нередко сбивают пешеходов, уже появились надземные переходы. Они будут крытыми и оборудованы электрическими подъёмниками для удобства маломобильных жителей и мам с колясками. На этапе завершения строительство двухуровневой транспортной развязки, которая сделает движение безопасным и комфортным. «Развязка у нас уже практически на 99% готова. Остались косметические небольшие моменты. Технический запуск, как мы говорили, будет совместно с всем участком дороги. Все решения заложены минимум на 50 лет. То есть эксплуатационную сроку будет 75 лет». М7 – транспортная артерия, которая связывает европейскую часть России и Дальний Восток. Заторы на этом отрезке дороги – проблема не только транзитных большегрузов, но и местных жителей. Развязка, в народе такие называют клевер, разделит транспортные потоки и обеспечит безопасные повороты с федеральной трассы на въезд и выезд из Чебоксар. «На сегодняшний день движение, заезд и въезд на Ядренское шоссе у нас осуществляется по примыканию. Действительно, это конфликтная точка. В часы пик бывают у нас и заторы, и осложнения в движении. А запуск движения по данной транспортной развязке разделит транспортные потоки в разные уровни, и конфликтная точка у нас ликвидируется». На масштабную реконструкцию участка из федерального бюджета в течение пяти лет планируют направить 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Большая часть средств уже освоена, выполнен значительный объем работ. Компенсацию получили дачники, участки которых ушли под расширение проезжей части. Расположенные возле федеральной трассы дома защитят шумоизоляции. Замена и расширение дорожного покрытия, установка водопропускных труб, укрепление обочин, строительство развязки пешеходных переходов и скотопрогонов. Это все на завершающем этапе. Осталось уложить верхний слой асфальта, установить барьерные ограждения, наружное освещение и дорожные знаки. После завершения работ пропускная способность трассы увеличится вдвое, обещают дорожники. И здесь беспрепятственно смогут проезжать до 45 тысяч автомобилей в сутки. Ирина Николаева, Вадим Владимиров, Вести Чуваши. Работники дорожного хозяйства отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В нашей стране эта дата появилась ровно 25 лет назад. Праздник посвящен тем, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год содержит дороги, обеспечивает надежное и безопасное автомобильное сообщение. На региональные и муниципальные дороги Чуваши в этом году выделено 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Правда, на сегодня освоено лишь чуть больше половины – 57% средств дорожного фонда. С чем это связано, ситуацию прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чуваши Владимир Осипов. Освоение дорожного фонда составило 56,8%. Освоение говорит о том, что просто проплачены деньги за выполненные работы, которые уже приняты заказчикам. Но в реальности физический объем исполнения работ в рамках дорожного фонда составляет почти более 90% уже на сегодняшний день. Задержка происходит по одной простой причине. Достаточно долго заказчикам принимается выполненная работа, проверяется исполнительная документация. Потому что огромная ответственность заказчика. Если брать в разрезе дорожного фонда по видам работ, это следующим образом распределяется. Чуть больше миллиарда рублей на содержание автомобильных дорог в республике. Общая протяженность республики – порядка 13 тысяч километров. 3 миллиарда почти 500 миллионов – это на ремонт и на капитальный ремонт. Миллиард 33 миллионов – это на строительство и реконструкцию. Вот как раз виды работ по строительству и реконструкции, как правило, дольчество и принимается, дольчество и исполняется. В связи с чем? Дело в том, что здесь нужна необходимая проектно-сметная документация, которая прошла экспертиза уже. Вот, например, компания «Дорис» на объекте улицы Гражданская столкнулись с такой проблемой. Когда они уже зашли на этот объект, выяснилось, что проектно-сметная документация нуждается в корректировке. Объем работ в текущем году на данном объекте – около 400 миллионов рублей. Работа идет, в принципе, по графику. Отставания там большого какого-то нет. И поэтому, как только будет скорректирована документация проектная, соответственно, будет принято работа. Я думаю, что до конца года весь объем будет выполнен. Данный объект – он переходящий. Общая стоимость этого объекта – почти 970 миллионов рублей. И завершение данного объекта будет в конце следующего года. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Основные цели данного проекта. Первая, самая главная цель – это приведение дорог в нормативное состояние. Прежде всего, региональных дорог и дорог городской агломерации, которые участвуют в данном проекте. К 2024 году мы должны региональные дороги привести в нормативное состояние порядка 50% дорог, городской агломерации – порядка 85%. Исполнение данного проекта было на уровне 58,7%. Сейчас идет массовая приемка и сдача выполненных физических объемов. В ноябре мы весь объем этот должны полностью завершить. Конечно, есть такие моменты или такие случаи, когда подрядчик задерживается с ремонтом или со строительством. Бывают такие случаи. Я приведу такой яркий пример. Я думаю, что многие горожане в этом году столкнулись на улице Университетской, когда работала компания «ТУЗ». То есть там, да, генподрядчик выбился из графика производства работ и, соответственно, сдал объект позже, чем полагалось. Но он, конечно, нарвался здесь на штрафные санкции. То же самое произошло у этого же подрядчика на улице Калинина. Подобный случай был еще в Чебоксарском районе. Компания «Стройком» там выиграла 4 лота. Это порядка 12 дорог, причем с большим снижением. И они тоже отстали от графика. Но сейчас вот на 1 октября они этот график нагнали. Практически весь объем работ, которые, в общем-то, они законтрактовали, практически полностью весь объем выполнили. Порядка 200 миллионов рублей еще. Это дополнительно по программе общей системы меры развития дорожного хозяйства. Что подразумевает эта программа? Кстати, эта программа входит в рамках также БКД. Это установка автоматических весогабаритных пунктов контроля. На сегодняшний день строится третий пункт. В районе города Ядрино. Это на дороге Никольской Ядрино-Калинино. Два пункта у нас уже есть в АлатРе. Один пункт в АлатРе, один на автодороге Сура. Кроме этого, напоминаю, у нас камера в фото в виде фиксации. Всего в республике порядка 408 камер. И вот мы в этом году должны закупить также по программе БКД еще дополнительно 27 камер. И установить их на автомобильных дорогах. Педагогическая награда за нескучные уроки в Кедах. Учитель Новочебоксарской школы номер 14 Евгений Синичкин стал лауреатом премии «Исток». Она присуждается раз в год учителям физики, химии и биологии, вдохновившим своих подопечных на выбор профессий в области науки и технологии. Как можно привить детям любовь к биологии, секреты профессии, у педагога-экспериментатора узнавала Людмила Майкова. Это водопад. Водопады обычно у нас такие вертикальные. Очень сильный звук воды. То есть перекричать его нельзя. Учитель, эколог, географ, фотограф и исследователь в одном лице. Педагог может и должен быть разносторонним, чтобы увлечь своим предметом учеников. Бывшему сотруднику Пресурского заповедника, экологу, а ныне учителю биологии Евгению Синичкину в стенах школы немного тесно. Поэтому уроки периодически переезжают на природу. Сплавы, экспедиции, наблюдения за птицами и животными. В Новочебоксарской школе этот проект назвали «Нескучные уроки в кедах». Ученики благодаря Евгению Аркадьевичу уже увидели то, о чем многие только мечтают – Байкал и Жигулевские горы. Познавать природу лучше всего через такие экспедиции. А если по каким-то причинам поездки невозможны, педагог включает фантазию и превращает класс в полосу препятствий или остров Робинзона. Я много путешествую и хочется рассказать ребятам о том, что есть у нас такие интересные объекты природные. Это горы Жигулевские, вот рядом находятся у нас. Это озеро Байкал. Нам интересно рассказать детям через свои путешествия о том, какие редкие растения, редкие животные можно увидеть. Есть такая крылатая фраза «Биологию можно познать по книгам, а мы познаем глазами». Вот, я этот девиз взял в основу. Эти походы научили нас, во-первых, оценить и беречь нашу окружающую среду. Мы действительно по-новому взглянули на природу и поняли, что это то богатство, которое у нас есть. И если его не ценить и не любить, то, наверное, ничего не останется следующему поколению. Евгений Синичкин гордится тем, что объездил всю Чувашию. Знает и любит в родной республике каждый уголок. Он один из авторов «Красной книги» Чувашской республики. Активно занимается исследованиями, публикует научные труды. Был лауреатом государственной молодежной премии в области охраны окружающей среды. Он совершенно неординарный. Он как и требовательный педагог, так и отличный педагог дополнительного образования. То есть, конечно, дети к нему тянутся, несмотря на его строгость. По учительским меркам стаж у Евгения не так велик – 10 лет. Но за этот период успел поучаствовать со своими ребятами во многих биологических турнирах, квестах, олимпиадах и фестивалях. Удалось взять и призовые места. Если быть учителем, то похожим на Евгения Аркадьевича. Таким же веселым и ответственным. Учителям, вдохновившим своих подопечных на выбор профессии в области науки и технологии, ежегодно вручают премию «Исток». Таким образом, научное сообщество говорит педагогам спасибо за их титанический труд. Оценивали работы номинантов, академики РАН, преподавателей вузов и школ. Вручение премии прошло в Нижегородской области. Выдвижение было тайным. Претенденты не знали, что их номинировали, поэтому победа стала полной неожиданностью. В том числе и для Евгения Аркадьевича. Жюри оценила оригинальные идеи и новаторский подход 12 учителей-предметников. Людмила Майкова, Михаил Солин, Вести Чувашия. В столицу республики прибыл третий «Валдай» судна на подводных крыльях для пассажирских перевозок. Его спустили на воду еще в конце августа на верфи конструкторского бюро имени Ростислава Алексеева в Нижегородской области. Однако до столицы Чувашии «Валдай» добрался только на днях. Третье судно на подводных крыльях названо в честь чувашской парашютистки пятикратной чемпионки мира Майи Костиной. Известная спортсменка бороздила небесные просторы, а пассажирам предстоит водные. Впрочем, Майя Петровна и сама не прочь оказаться на борту «Валдая». Моя хрустальная мечта была на пароходе проехаться по всей Волге. Ну как же не гордиться. Это приятно и для детей, и для внуков будет кататься на этом пароходике. Это бабушка наша. Первый «Валдай» прибыл в республику еще в июне, второй – в середине сентября. Но прокатиться на них пассажирам пока так и не удалось. Из-за изменений в федеральном законодательстве. Затянулись процедуры регистрации и постановки на учет водного вида транспорта. Поэтому полюбоваться видами открывающимися судна и посетить соседние города жители Чувашии смогут лишь в следующем навигационном сезоне. По нашему плану «Валдай» мы хотели запустить по маршруту из Нижнего Новгорода до Чебоксар, из Чебоксар до Казани. Это транспортный маршрут и будет туристический маршрут, который будет курсировать из Чебоксара в Морпосад, из Морпосада в Козловку. Из Козловки, наверное, будет Свяжск или Казань. А сейчас судно отправится на зимовку. До начала навигации все три «Валдая» будут находиться в Новочебоксарском речном порту. На данный момент два судна, первое «Валдай-45Р-11» и «45-12» находятся на пристани Новочебоксарск. Они уже установлены на стапель сани и готовятся к зимней консервации. Данное судно «Валдай-45Р-13» сегодня будет находиться в причал номер 3 Чебоксарского речного порта. Завтра направится, отбудет в причал Новочебоксарский. Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км в час. Все достоинства «Валдай» продемонстрируют уже весной. Кстати, пристаням по пути следования судов тоже нужно подготовиться. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство причальных стенок в Мариинском посаде и Козловке. Анна Лобанова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары. «Тамга-21» под вечным небом. По таким названиям в Центре современного искусства в Чебоксарах открылась выставка татарского этнофутуризма. Значение древнетюркского слова «тамга» — символ, родовой знак. Группа «Тамга» организована в 2000 году в набережных Челнах. Стиль, который объединил мастеров, позже станет называться этнический авангард. Сейчас нередко в описаниях встречается и этнофутуризм. Художники группы убеждены, что все богатство общечеловеческой культуры образуется из культур национальных. В основном костях художников, которые начали работать в 90-х, на волне парада суверенитетов, они искали вдохновение в прошлом. Искали, кто мы, кем мы являемся сегодня. То сейчас возник такой момент, что художники еще вдохновили настоящее, возможно, и будущее. Какие-то новые технологии в рисунках появляются. То есть процесс идет. В Чебоксарах «Тамга» уже выставлялась. Это было 15 лет назад. Вот это второй раз в истории нашего музея выставку творческого объединения «Тамга» из набережных Челнах, которые в себя включают, всех поборников такого прекрасного направления, как этнофутуризм. Здесь есть художники из Башкирии, из Ижевска, из Казани. То есть спектр городов павловских и других городов очень большой. Сами участники на открытии шутили, что у них есть ответ на вопрос, что же у них общего. Правда, ответ не «что», а «кто» про СКВТ входит в группу с самого времени ее основания. Когда уже стали создавать группу «Тамга», ну я согласился. Я дамы, ну как бы в составе этой группы. Ну в этом составе у нас есть какие-то набеги, подвиги. Группа объединяет художников с непохожей манерой письма, но основа татарской школы видна глазу профессионалов. Всегда радость, всегда не тот цвет, который мы видим или привыкли видеть на всех выставках. Вообще татарские художники очень отличаются колоритом. Они очень такие, можно сказать, прохладные такие, синеватые. Прошлое, настоящее, будущее тут даже не смешались, а тесно переплелись. И стали влиять на ближайшие события. Вот одновременно с открытием в Раивском монастыре начался арт-фестиваль. А работы, созданные там, приедут в Чебоксары в январе будущего года. Но уже сегодня в фестивале можно виртуально поучаствовать. К фестивалю мы разработали веб-приложение специальное «Посади дерево добродетели». То есть на нашем сайте есть такая кнопочка «Посади дерево». Если на нее нажать, то там можно вырастить дерево и узнать, какой добродетель выпадет на каждый день. Выставка «К 20-летию объединения Тамга» пройдет в Чебоксарах в Центре современного искусства по 7 ноября. Анна Филиппова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия. Глава Чувашии Олег Николаев проверил ход возведения монумента строителям безмолвных рубежей, входящего в одноименный мемориальный комплекс. На месте строительства в Козловском районе побывала и наша съемочная группа. Возведение мемориала – одно из самых значимых событий года, посвященному трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Объект призван увековечить неоценимый вклад тех, кто в сложных погодных и бытовых условиях создавал в тылу линию обороны для защиты промышленных центров Волги и Урала во время Великой Отечественной войны. Мемориал разместится на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулова. Сейчас здесь уже завершили строительно-монтажные работы по устройству монолитного каркаса постамента. Проложили газовые сети и начали работы по устройству наружных внутриплощадочных сетей. Стоимость первого этапа работы оценивается в 300 миллионов рублей. 145 из них выделили из республиканской казны. Остальные деньги вложили благотворители и спонсоры. После того, как мы завершим с памятником, с засыпкой холма к этому памятнику, мы будем выходить на горизонт. У нас весь камень на месте, мы будем укладывать камень. Будут уложены 21 стелла под каждый район Чувашской республики для того, чтобы был каждый отмечен район, потому что все принимали участие в строительстве в 1941 году этого рубежа. По проекту архитектора Константина Фомина монумент будет состоять из 38 металлических разноуровневых стел из нержавеющей стали, каждый из которых символизирует 10 километров оборонительных сооружений и бронзового памятника. Их установка будет проводиться силами российского военно-исторического общества. Первая очередь работ завершится к 28 октября. Именно в этот день, 80 лет назад, началось строительство сурского и казанского оборонительных рубежей. На мой взгляд, это будет очень знаковый объект не только на территории Чувашской республики, но и на территории всей Российской Федерации, потому что это первый такой мемориал, такого масштаба, который посвящен трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Глава Чувашии подчеркнул, уже в декабре объект сможет автономно функционировать и соответствовать дизайн-проекту. В дальнейшем комплекс станет точкой притяжения не только для жителей Чувашии, но и гостей республики. Также здесь должен появиться музей, который наполнит различными интерактивными композициями. Завершение строительства всего мемориального комплекса запланировано на 2023 год. Анна Лобанова, Михаил Солин, Вести Чувашия. Такое запомнится этой неделе. Следите за событиями республики вместе с нами. Я желаю вам хорошего дня и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова